Нет, тебе что-то расскажу. Я тебе начинаю рассказывать, например, об устройстве мухобоя, которое выпускает там западно-германская фабрика. Все, да, замечательно. Ручки состоят из корид-лор-венила, пятая часть ручки нижней. Понятно, да? Вот так это происходит. Я тебе расскажу, а потом говорю, ты знаешь, однажды была такая история с мухобойкой, которая изменила историю целой страны. Значит, давай. Да, примерно. Вот так. Да, мы начинаем играть. Вы, естественно, демонстрируете тот человек, например, ну, я не знаю, что он вам собирается рассказать, там, об отпуске, например, своему рассказать, или о том отпуске, который он наметил. Или о каком-то товаре. Выберите тему сразу и скажите, я собираюсь вам там посылать вот это. А дальше начинайте рассказать и замечайте. И, пожалуйста, кроме того, что вы станете замечать, варьируйте свой рассказ так, чтобы заполучать... Разных состояний. Если кто-то забыл корректировки, просите подождите. Совершенно верно. Правило такое в тренинговом условиях. Если я потерял эталон, я сейчас попрошу помощи. Покажи-ка мне эталон. Сколько раз я забыл, сколько раз я попрошу. Не стесняясь. Вы таким образом обучаете себя. Это вот так, это вот так, это вот так. И вы каждый раз быстрее схватываете вот эти вот эталоны. Если вы поговорили с клиентом 5 минут и не выяснили, как он выглядит в разных своих калибровках, то вы просто болтали с ним, а содержали. Это это мало продуктивно. Ага. Ну что, поехали. Тройка. 15 минут. Спасибо.